здравствуйте 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 сегодня 26 8 8 господи 28 июня 2016 года канал арт подготовка программ плохие новости вячеслав мальц со мной студии валерий сергей и дмитрий у нас тут некоторое время побудет еще вот сегодня я с вами да мы тебя поздравляем с него рождения до новой исторической эпохи осталось 494 дня вещаем из саратова с волги из россии так 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 есть эфир то у нас идет сюда все хорошо да отлично тут вот пишет я не вижу где ваши лайки да я тоже не вижу но где же ручки да вот нам вчера присылали газету мы показывали и даже раньше газета ты спрашивал где она выходит она выходит в ногинской электростали газеты говорят реально читаем а и прислали вот новый номер просят поздравить с днем рождения 37 лет поздравляем поздравляем это наш подписчик александр александра поздравляем с удовольствием а вот путин синий указ подписал по поводу празднования двухсотлетия некрасова да надо как нибудь по этому поводу постебаться то есть у некрасова очень много строчек которые можно обратить как лично путину так и к его режиму так что да особенно из на руках кому на руси жизнь хорошо да купчине толсток пузом усказали братья губины до прав сказал прав да или кто фрол прав сказал царю на угрожавший взрывом в астане отдел бег мирамов обратился к президенту казахстана все сегодня нам прислали это видео как вот этот отдел бег требует чтобы не трогали не трогали его дом в центре астаны то есть у нее там старенький дом и значит президент казахстана решил туда перенести столицу вот туда где человек жил всю жизнь а теперь он оказался в центре столицы но ему не по чину жить там его выгоняют да и хотят заплатить за его старенький дом 7000 долларов на там мы подсчитывали там что 200 чем 2 миллионы с чем-то тенге да ну 400 там на 500 тысяч рублей в общем-то ну молодцы чё я могу сказать меньше 500 тысяч хотят и хотят человека выгнать семьей с детишками совсем вот люди не только с казахстана с россии но еще и с украины прислали еще значит информационный мир и вот что такое понимание справедливости когда говорит вот там есть какая-то казахская справедливость есть какая-то украинская справедливость Справедливость, да, там какая-то пиндоская справедливость. Нет такой справедливости, ребят. Общечеловеческие принципы, они везде одинаковые. И когда какой-то причесывает Вова Путин о том, что там вот это вот справедливо, а здесь это несправедливо, это все фигня полнейшая. Ребят, все, что в Астане справедливо, оно и в Москве справедливо, и в Киеве справедливо, и в Вашингтоне справедливо, представляете? И наоборот. Фотографии у нас даже есть. Да, фотография, где она? Вот, да. С баллоном он. Так, вот у нас еще есть такая фотография, но это уже другое, 5-11, не ждем, а готовимся на машине. Очень-очень хорошо прям. Этот лозунг не ждем, а готовимся, он прям попер, и очень серьезно попер, он уже сам себя двигает. С Юрия Кутузова сняли судимость за экстремизм. Да, вот, ну это сняли в связи с тем, что ее так и так, она была погашена была бы 14 июля. Так что вот суд на две недели там раньше снял, какое счастье. Ну, Сережа вот говорит, что надо Кутузова поздравить. Ну, поздравляем его, конечно, но я не думаю, что это какое-то большое счастье в том, что с него сняли судимость за преступление, которое он никогда в жизни не совершал. Причем на две недели раньше. Да, самого события, преступления не было. Ну, кто не знает, это человек, которого обвинили в экстремизме, там, антисемитизме. То есть, причем на основании заключения эксперта, ну, такого эксперта, с позволения сказать, жуть. И там было две экспертизы, официальная, которая сказала, что нет там никакого экстремизма. И неофициальная, вот этой толстой твари, которая сказала, да, тут экстремизм полный, там, вообще полнейший. Ты помнишь, Вячеслав Вячеславович, мы спрашивали у людей из Израиля, обижает ли их его высказывание? Да какой тут? Анекдот, анекдот. Ну, это вот его высказывание, которое про... Не будем его говорить. Никто не обиделся, они сказали, а что здесь такого? Нет, только дочь Рохалин приезжала, чтобы защищать. Саратские евреи приходили и требовали, чтобы в отношении прокурора дело возбудили. Наоборот, потому что, ну, всем все ясно было. Ну, ладно. Да, и нужно сказать о том, что там некоторые документы по этому делу были составлены еще до момента высказывания Кутузова. То есть, совершенно очевидно, что просто у ФСБ была разнарядка с этого митинга, на котором они находились, возбудить оттуда одно уголовное дело. И кто мог быть на этом месте? Мог быть я, я там тоже был на этом мероприятии несколько лет назад. Мог быть кто угодно, любой прохожий, пенсионер, совершенно приличный, уважаемый человек. И нужен был просто повод. Ну, вот повод нашелся у Юрия Андреевича. То есть, это в очередной раз повод каждому из нас задуматься о том, что, в общем-то, не обязательно быть экстремистом и террористом, чтобы попасть под ответственность. Ну, это как тот журналист говорил, что сначала пришли за коммунистами. Я ничего не сказал, я же не коммунист. Потом пришли за евреями, я ничего не сказал, я же не еврей. А потом пришли за мной. И потом еще там за католиками приходили, а потом за ним заступиться некому. В психиатрической больнице имени Кащенко открыли уголок Родины. Ну, что тут скажешь. Ну, блин, вот этот уголок Родины, в психиатрической больнице Кащенко. Какие-то тут граждане Путин, Собянин и Медведев. А над головой что это такое? Купола. Купола? Кольщик на коре мне купола. Да, 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 купола, реально. Блин, какой маразм. Ты знаешь, вот недаром, я помню, в шестом году, вот когда мне говорят, а вот когда ты там бороться начал с Единой Россией? Я помню, в шестом году я был автором манифеста борьбы. Документ назывался, можно погуглить, он есть, манифест нашей борьбы с партией Единая Россия. Вот, а кроме всего прочего, еще были различные выборы. Вот у меня тут как раз на столе валяется календарик с тех времен, очень он мне нравится. Вот сейчас он, как ни странно, вот он гонялся, летал туда-сюда, чуть не потеряли. Последний остался, но сейчас пригодился. Вот я посмотрю, его видно, этот календарик, да. Вот, и написаны следующие слова. Это фотография саратской психушки, 2006 год, написано. Избиратели, находящиеся на лечении в Саратской областной психиатрической больнице, единогласно проголосовали за партию Единая Россия. Вот тут сидит дурак на окне, и написано так, ура. Ну, то есть, имеется в виду счастье такое. Радостно кричат ура, что победила Единая Россия. Так что, видишь, наконец это колесо докатилось до Кащенко. То есть, вначале это только в Саратове было. В гору оно катилось, и теперь оно на пике. Вячеслав Викторович это колесо толкал, толкал, докатил, наконец, до Кащенки. Теперь вот главное, чтобы за собой-то это колесо не утащило, Вячеслав Викторович. Да, ну и на фоне столь прекрасных новостей, напоминаем вам о необходимости поставить лайк к этой трансляции. Мы взяли отметку в 6000 лайков на прошлой неделе и стабильно ее держим, поэтому давайте сегодня тоже не будем выбиваться и поставим лайки. Кто-то уже поставил, вот пишут люди, что еще до начала трансляции ставят, спасибо вам за это. Кто еще не поставил, призываем вас нас поддержать. Это продвигает нас в топе Ютуба. И вот именинник Дмитрий Игнатьев, вам слово. Дорогие друзья, мы подошли, наконец-то, к той дате, когда начинаем нашу предвыборную кампанию. Предвыборная кампания начинается в городе Саратове. Мы выдвигаем список... Да, она начинается по всей России, да. Ну, вот... Ну, она по всей России все-таки начинается после съезда, Вячеслав Числович. А в Саратове мы начинаем ее уже с завтрашнего дня. Мы формируем наш штаб, который будет располагаться по адресу город Саратов, улица Чернышевского, дом 120А. Это пересечение с улицы Радищева. Мы приглашаем всех наших сторонников, соратников, приходите к нам в штаб. Мы согласуем с вами, какие действия вы сможете выполнять. У нас сейчас первым этапом будет сбор подписей за наш список, который будет выдвигаться в Саратовскую городскую думу и далее будет избираться. И уже с завтрашнего дня мы начинаем активную работу, которая продлится непосредственно до самого дня выборов, а, возможно, и дальше. Вот, поэтому всех мы будем рады видеть. Присоединяйтесь к нам, приходите. Завтрашнего дня мы ждем в гости. Завтра у нас рабочий, так сказать, день начинается с 13.00. До этого у нас там избирком, менюста. А после этого здесь уже будут люди. И со следующих дней здесь будут уже постоянно. Ждем. Хорошо. Да, и у нас здесь предложение было, да? У нас два входа, и вот мы решили, чтобы людей не путать на один вход, мы табличку повесим, что нашим сторонникам налево. А если у вас есть погоны, то вам... На хутор. На хутор, да. Близди Каньки. Да. Петербуржец выпил пять литров водки и остался жив. Какой молодец вообще. Я так понимаю, он поссорился с женой и хотел покончить с собой, или он заливал моральную травму. Так, пять литров, десять бутылок, получается, высосал. Ну, это много, конечно. Ящик? Нет, ящик 20 тысяч. Ну, ящики, кстати, разные. А, ну, может быть, я в то время, когда я пробовал водку, они были по 20, да? Сейчас я не знаю, я давно-давно уже не пробовал. Я говорю, я вспомнил сегодня случай, когда я сижу в пикете, значит, только вот заступил, может быть, второй день работаю участковым. И заходит мужчина такой, и вверх, и в ширину здоровый, Виктор Васильевич, его звали, потом, ну, он представился, я понял, что это не штатник, который должен со мной работать. Он работал на крекинге начальником транспортного цеха. И он говорит, такая жара, градусов 40. Я говорю, да, стакан есть, я говорю, есть, достаю стакан, он ставит бутылку водки без этикетки. И я понимаю, что это водка, потому что она закрыта такой, этой, бескозыркой. Вот, и он так открывает, наливает стакан, опрокинул второй, наливает, начинает пить, а потом говорит, может, ты будешь? Я говорю, я думаю, может, это минеральная вода. Ну, как, ну, я вижу, что это водка. Я говорю, это водка, он говорит, да, я говорю, нет, не буду. Он так допивает, и я так понял, что он то, что на улице 40 градусов хотел, чтобы внутри было 40, чтобы у разновестия было не так жарко. Ну, да, я всяко разных людей видел много в жизни, которые могли выпить в вагон. Ну, 10 бутылок водки, это круто, это прям рекордсмен. Надо снять шляпу, скатину, вы маэстро, вообще. Такой сильный рекорд. При крушении Ми-17 в Колумбии погибли 17 человек. Да, вот Ми-17 разбился и 17 человек с собой разбил. И интересно то, что, ну, Ми-17 это как бы продвинутая модель Ми-8, в общем, только с носом, да, Ми-8 только с носом. Ну, я к чему это говорю? К тому, что была жуткая волна гибели Ми-8. Помните, прям вот каждую неделю разбивались и Ми-17, и Ми-8, а потом прекратилось. И вот я думаю, не опять ли волна начинает сейчас не посыпаться, а не опять. Потому что, ну, как-то вот не было, не было, не было. Но, наверное, уже с осени ничего нет, да? Ребенок выпал из окна больницы в Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Да, вот помните, мы говорили, и нам Болтахов звонил, просил сказать в эфире, чтобы мы объявили о том, что, ну, чтобы родители и, в общем-то, все заинтересованные лица были очень внимательны, потому что сетки, вот эти москитные, они не выдерживают, если ребенок надавливает. Вот ребенок трехлетний в больнице в Тюмени погиб, а мы погуглили, и вот мальчик, это только за один день, мальчик выпал из окна четвертого этажа в Новосибирске, значит, на улице Жуковского, ребенок выпал в Тюмени, ну, вот это вот как раз то, о чем мы говорим. Мальчик выпал через москитную сетку на седьмом этаже, седьмого этажа в Подмосковье, пятилетний мальчик погиб, значит, в Серпуховском районе. В Тихвине ребенок упал из окна второго этажа, тоже москитная сетка. В Ленобласти выпал, пока отец готовил ужин. Одиннадцатимесячный ребенок, где это еще, господи, тут столько сообщений, просто море. В Тотском районе, одиннадцатимесячный выпал с третьего этажа. Двое детей в Подмосковье выпали в Королеве, брат с сестрой. В Подольске, в Абакане, с третьего этажа. Так, где еще? В общем, безумное количество, тут я даже не могу выхватить, потому что скачали, и тут просто, ну, такое количество, как осенние листья, дети падают. И удивительно то, что в первую голову нужно было по всем каналам телевизора показывать не единую Россию, не эти рожи поганые, а нужно было сказать людям. Люди, ну вот мы говорим у себя в артподготовке, но это же мизер, если бы это запустили по центральному телевидению, объясняли. Ну вот эти МЧСники, чем они занимаются, почему они объясняют, как надо ходить по льду, как надо ездить по льду зимой. Про москитные сетки летом, там, ну, всякую фигню они рассказывают, там, про тепловые удары, да. Да, причем еще спорную какую-то информацию дают насчет тепловых ударов, просто безумно спорную, а вот элементарные вещи не говорят, вообще просто жесть. Ну и мы в очередной раз призываем, если мы хотя бы не можем повлиять на это с помощью центральных средств массовой информации, пока не можем, то призываем хотя бы вот наших слушателей, наших читателей обратить внимание и лично, если у вас есть дети. И распространять такую информацию. Наверняка вы общаетесь с людьми, у которых есть дети, с друзьями, напишите, позвоните, скажите, лишний раз уж точно не будет. Я вот приводил несколько дней назад пример, когда наш слушатель в Волгограде, по-моему, как раз, если я не ошибаюсь, собирался отправить ребенка в детский лагерь, у него уже была путевка, все, он был готов, услышал нашу программу, это еще до Карелии было, и отказался. То есть, по большому счету, даже какие-то деньги, я так понимаю, на этом потерял. И оказалось, что в этом детском лагере произошли отравления. Ну, не смертельные, к счастью, но, тем не менее, как бы ничего приятного. И после этого вот пошла вся эта волна по детским лагерям. И сейчас он с большой благодарностью нам пишет, сказал, что, в общем-то, нисколько не пожалел там никаких денег. Поэтому в очередной раз ваше внимание обращаем на это. Возле Сиамозера в память о погибших установили поклонный крест. Ну, что, все, работу сделали, крест установили. Это как... Задача, задача Кремля какая? Установить крест и раздать милостинку, и все. И они думают, что они все сделали, все, молодцы. У меня вот даже слов нет. Я даже уже на них не злюсь. Они такие убогие, страшно убогие они. То есть, почему они элементарного даже не могут делать для своего народа? Того, что это даже не затратно. Вот сейчас опять куча народу тонет. Той же Карелии школьница утонула, плавая на двери, да? За неделю в Брянске утонули пять детей, а и опять вот утонули сейчас. Значит, мать и сын погибли в автомашине, в Татарстане, упали в воду. Значит, в базарную Карбулакину, это у нас шестилетний мальчик, утонул в пруду. И вот хорошая новость. В детских оздоровительных лагерях Татарстана введен запрет на купание. Вот кто-то услышал или сам мозг включил, понимаешь? То есть, есть еще умные люди. Вот в Татарстане один умный человек нашелся, который говорит, все, хорош, ну ее нафиг. Давайте переждем, покурим, там не так сильно жарко, ничего страшного. В лес сходят вместо того, чтобы тонуть. Но все равно не сразу, потому что с 16 по 22 июня утонуло в республике шестеро детей. Ну хоть так, Валер, хоть так, понимаешь? А эти же вообще никак не реагируют. Это потрясающе, совершенно, просто потрясает. Тех, кто уже умер, то их вернуть нельзя. Но на их примере можно хотя бы предотвратить следующие жертвы. А у нас даже этого не делают. Вот у нас здесь в чате Вячеслав Ильич Павлович пишет, завтра отправляю ребенка в лагерь, благословите. Бог благословит. Ну, я думаю, что... Может, совет какой-нибудь дашь ребенку? Ну, я не знаю, сколько лет ребенка. Но представляешь, какой должен... Мы должны дать этому ребенку инструктаж. Как понять, что еда такая, что ее нельзя есть. Как понять, что вода такая, что ее нельзя пить. То есть, нужно гарантированно пить кипяченую воду. Есть это. Не садиться в открытую машину. Ну, в грузовик, имеется в виду, в кузов. Да, куда обычно наталкивают толпами и перевозят. Ну, и многие другие вещи, связанные со змеями. Ни с чем там полно. Всего и с пчелами, и с осами. Там море всяких опасностей. И в данном случае в лагере должны предусмотреть все те, кто там находится. Поэтому мой совет вот этим людям. Я от всей души желаю счастья и всего самого лучшего. Но самое главное, вы смотрите, кому вы детей своих оставляете. Ну, то есть, если там явные дегенераты, ну, не оставляйте детей своих явным дуракам. Вячеслав Вячеславович, я, с вашего позволения, отклоняюсь. Спасибо всем за поздравления. Вот в чате много пишут. Спасибо большое. До свидания. Скоро слова будут просить отпустить грехи. Да, это не ко мне, конечно. Не, ну, есть же у нас онлайн-церковь. Я, правда, не знаю. Она официальная от РПЦ. Нет, серьезно, есть сайт, часовня. Там все смс-ки можно даже какие-то писать. Да, 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 то есть, можно поставить свечку, можно там, денежку заплатил, нажал кнопочку отпустить грех. Хоп, ты безгрешен. То есть, я думаю, вот Дима-то Медведев, наверное, да, это тоже, наверное, один из его закладок в браузере. Потому что он вот как раз пофотографировался, потом посмотрел или почесал. Ну, наверное, надо вот грехи отмолить. Кнопочку нажал, все, он безгрешен. Пожар уничтожил сельскую школу в Якутии. Да, вот мы будем внимательно следить. К первому сентября будет там в селе Мача. Значит, вот в этом селе Мача будем следить, появится школа или нет. Или как они будут с детишками-то. Куда они их там? На оленях будут тогда возить куда-то в Якутии. Посмотрим. Интересно просто. Вот сгорела сельская школа. Что будет там в Якутии? В парке Горького на посетителей летнего кафе рухного дерева. Да, и, кстати, непонятно. Вот разные средства массовой информации, разные версии дают. То есть, какие-то говорят, скорая приехала, кто-то пострадал, оказывали помощь. Другие говорят, никто не пострадал. Третий вообще, он говорит, дерево упало, а там среди ветвей люди продолжали сидеть в этом кафе. Ну, там реально это видно, что есть, как кто-то там решил завершить вечер более приятно, да, чем там распиливанием этого дерева. В Казани толпа подростков изнасиловала умственно отсталую девочку. Ну, это вот тоже часто случающаяся вещь, и умственно отсталые дети, они очень виктивны, поэтому требуется определенный контроль. Раньше очень здорово государство осуществляло этот контроль. Сейчас я понимаю, как государство занимается совсем другими вещами. То есть, даже инспектора по делам несовершеннолетних, у них были особые поручения в отношении таких детей, таких семей, и они работали в этом направлении, поддерживали постоянную связь, и, в общем, что случилось? Нет, все хорошо. Да. А сейчас я понимаю, так всем пофигу. Не, я понимаю, что эти подростки подонки и все такое прочее, но подонков в этой жизни очень много. И задача общества сделать так, чтобы остальным от этих подонков не было неприятностей никаких, или они были минимальными. В Новосибирской области пенсионерка убила знакомого, грозившего расправиться с ее собакой. Ну, видишь, мужичок заявил, что собачку прибьет, а она взяла его и зарезала. Ну, классический вариант, вот, новость всех времен. То есть, я думаю, что в 17 веке, и в 18, и в 19, то есть, в Россия форевер. Знаешь, вот, когда такую новость читаешь, думаешь, ну, это вечная тема. Напилась, взяла нож по малозначительному поводу. Да, она была в состоянии алкогольного объединения, и ей 64 года. Ну, нормально. Ванан, сикс, ты и фо, пум-пум. Ну, точно такая же ситуация у нас в Энгельсе была. В общем-то, мужчина, какие-то соседские войны имел с другим мужчиной, и вот этот другой мужчина убил его собаку, ну, отравил, я так понимаю, причем каким-то там совершенно жутким способом, то есть, она очень долго умирала, ну, и, в общем-то, хозяин собаки, недолго думая, взял ружье и застрелил этого мужчину. Вот, и в суде там, в общем-то, очень настаивали на том, что он не знал, что делать, что он был в состоянии аффекта, ну, адвокат. Не, ну, так оно и есть, на самом деле. Ну, может быть, оно и так, и я, в принципе, не исключаю, что оно так, но, в общем-то, подзащитный, да, которого обвиняли, он на полном серьезе, то есть, вошел в дискуссию со своим адвокатом и говорил, что нет, я все прекрасно понимал, я прекрасно помню, как я брал ружье, да, я знал, я вот думал, куда мне стрелять, чтобы он умер побольнее. То есть, он это все прекрасно перечислял и, как бы, спорил с собственным адвокатом, что нет, я все прекрасно понимал. Представляешь, если он в суде говорил вот такое, то какое его состояние было после смерти собаки? То есть, остановить его никто, его только пуля могла остановить. Поэтому, конечно, это, безусловно, состояние сильного душевного волнения. И тут что делать? Это то убийство, про которое мы говорим, почему по малозначительному поводу, потому что, ну, этот пьяный человек мог обещать все, что угодно. Он мог обещать, что он там взорвет всю Россию. И это не повод был для того, чтобы его убивать, потому что одно дело обещать, а другое дело непосредственно совершить правонарушение. Убит руководитель «Газпром» межрегион «Газ» Иванова. Ну, да, дочерняя фирма «Газпрому», везде есть эти межрегион «Газы», и везде руководители очень неплохо живут. Да, вот, я понимаю так, что... Ну, я не знаю, что за этим преступлением стоит, но я думаю, что это имеет отношение к «Газпрому» и к вот этой должности. То есть, если бы он был слесарем каким-то, его навряд ли убили бы. В Чечне при разминировании погиб военнослужащий-контрактник. Да, причем информация разная. То он военную базу разминировал, а то сельхозугодие. Российская газета пишет, что сельхозугодие, а РИА Новости военную базу. И вы сами понимаете, что это, как говорят, две большие разницы. Там, говорят, на территории военной базы Ханкала, около Грозного, если там мину разминировали, то вопрос, откуда взялась эта мина в Ханкале. А если сельхозугодие разминировали, ну, это несколько другой, так сказать, подход. А откуда сельхозугодие их может быть? Ну, она могла быть и старая, остаться могла еще и с 90-х годов. Вполне я допускаю. А вот у Ханкалета навряд ли она с 90-х там. Виолончелисты оштрафовали на 10 тысяч рублей за игру на улице. Да, видишь, вот Лашкин такой есть, виолончелист. У него забрали вилончель, чтобы передать в суд. Оштрафовали на 10 тысяч рублей. Я думаю, что мы тоже будем отнимать вилончели, но только не у Лашкина. А Лашкин сможет играть где угодно, на улице, и навряд ли новая власть будет бояться, что вилончелист Лашкин соберет столько народу, что это кому-то как-то помешает. Но если он столько народу соберет, то мы подвезем туда горячий чай и еще что-нибудь там, да, покушать. Потому что это очень хорошо, когда собираются много народу, и муниципалитет должен быть готов. У муниципалитета должен быть какой-то неприкосновенный запас, чтобы этим людям там какой-то сюрприз сделал. Чем-то покормить их там, я не знаю, ну что там конфеты и чай в любом случае должны привезти. А сейчас это оказывается является правонарушением. Люди собрались. Они устраивают тут рок-н-ролл, полгорода перекрыли. Вот только что, несколько дней назад, свезли выпускников со всей Саратовской области. Что тут вытворяли, вообще непонятно. Перекрыли весь город, никто не может ни пройти, ни проехать. Никто ничего не понимает, что происходит. Это нормально. А вот вилончелист играет, и собралось 10 человек. Это еще ладно, когда дети у нас тут отдыхают на выпускном, это еще куда не шло. Но когда у нас всякие Медведевы приезжают и перекрывают патриархи сокровным кортежем. Ну да, ну видишь, если Цезарь в Александрии прошел со своими легионами через базар, да, и никого не тронул, то есть сказал, что делал там у Цезаря, спросили, он говорит, ну раздайте легионерам деньги, пусть они себе что-нибудь купят. Ну и прошли все, и сделали какие-то покупки. Таким образом, когда с двумя легионами Цезаря там устроили войну, ну этот Евнухпатин, который главный там был в этом восстании, так скажем, против Рима, то народ-то и не пошел за ним, а что, ну Цезарь такой хороший, прошел по базару, никого не тронул, всем деньги дал, там что-то купил, жрачку какую-то, одежду там, у кого что, и все, понимаешь? То есть, это очень серьезная вещь, почему? Потому что, ну народ действительно на уши встает, приезжает какой-то урод из Москвы, перекрывает, и чем меньше город, тем больше перекрывает. Вы обратите внимание, там какой-то Мухасранск, так от него уже 60 километров все перекрыто, туда даже не подъедешь. Вот последний рубеж, наверное, километров 100, и вертолеты летают в паре Ми-24, вот сразу, видишь, пара Ми-24, все, это какой-нибудь Мендведев или Путин приехал, огневая поддержка нужна. Пол Саратова так машины эвакуировали, просто ставишь машину на ночь, около там двора, на парковке, в кармане, все хорошо, приезжает ДПС, вешает черный пакет на знак парковка, ставит знак остановка запрещена, эвакуирует все машины, замечательно. Да, вот мы говорили неоднократно, что будут реабилитироваться люди, пострадавшие от действий режима, но я имею в виду по уголовным делам, надуманным по административным, в том числе наверняка, и вот нам пишут, что даешь Лашкину виолончель Ралдугина. Да, кстати, и вообще, то есть, власть новая, народ не может, так скажем, рассчитывать на то, что новая власть за счет бюджета и так далее компенсирует какие-то моральные и финансовые издержки, ну, полученные в результате таких противоправных действий нынешней власти, но вполне народ может рассчитывать, что за счет конкретных виновников это будет компенсировано. Это я могу обещать. То есть, если они так чудили, то с какой стати-то пусть раскошеливаются, в том числе и финансово должны как-то покрывать такие неудобства людей. Вот еще пишут нам Вячеслав, я старше вас на три месяца, и сегодня моей дочери Ирине 30 лет. Поздравляем. Поздравляем. Путин сообщил о создании банка информации о террористах и экстремистах. Балонька, запиши меня, пожалуйста, а то что вы меня игнорируете? Там вот какую-то систему биометрических учетов они туда втыкают. Я понимаю, как это. Вот они понавешали камер, там какие-то миллиарды выкинули, причем еще в 2011 году 40 миллиардов они в 2009, в 2009 вроде, 40 миллиардов истратили на то, чтобы вести систему антиэкстремистов. И она должна была биометрические данные считывать, эта система. А они даже эти биометрические данные не собрали. Что она будет считывать? Вот представляешь, сейчас 16-й год, они когда-то это затеяли еще в начале 2000-х всю эту фигню, а данные не собрали. Ну это обхохочется вообще. Вот чисто путинщина, да, чисто по-путински. Когда говорят, вот они там молодцы, они там умеют себя защитить. Что они умеют? Ничего они не умеют. У них в руках говно ржавеет у этих ребят. Я так понимаю, там просто деньги все украли, 9 миллиардов спокойно и все. Нет, не 9, там только я говорю в 2009. 40 миллиардов это только, это первый транш был. На покупку вот этих камер. А их же надо развешать. Потом еще нужно было, но я не знаю, куда они делись. И сколько они там потратили? Ну да, телепортировались 100%. В России появился закон об антиобщественном поведении. Да, видите, теперь вот за моральное поведение будут профилактировать. Вот что они хотят, я так, честно говоря, и не понял. Я прочитал весь этот закон. В общем, такая херня полнейшая. Ты вот там цитату хотел, Валер, где там цитату ты нашел? Про что является противоправным. Не противоправным, а вот этим самым поведением аморальным. Сейчас найду. Ну ладно, фиг с ним. Да, в общем, антиобщественное вот это поведение, это оно никакого отношения не имеет к правонарушению. То есть, за что должно карать государство? За правонарушение. Ну как оно это понимает и как оно закрепило в законе? А здесь нет. Здесь они будут профилактировать, то есть карать, но только иным способом, за антиобщественное поведение. А что такое антиобщественное поведение? А то, что они решили. Потому что это антиобщественное поведение, оно не является правонарушением. Не административным, не уголовным. Но если оно не является правонарушением, то как вы, почему вы меня профилактируете? Да, они об этом и пишут, что антиобщественное поведение, это поведение, не влекущее за собой административную или уголовную отместность действия физического лица, нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц. А общепринятые, это они будут разбираться. Вот эти абсолютно моральные полицейские будут решать, кто же аморален. Представляешь, да, полиция нравов. Ну ладно, полиция, подходит, не знаю, под спайсами или под чем, и решает, ты как антиобщественно себя ведешь, твое поведение антиобщественное или не антиобщественное. Это же охереть, не встать вообще уже. Сегодня у нас как раз юрист здесь был, когда мы эту новость нашли и обсуждали, он тоже, конечно, за голову хватался. И вот мы начали перечислять, что уже входит в кодекс о административных правонарушениях. Курить на улице нельзя, пить на улице нельзя, ругаться матом нельзя, даже не матом, но кого-то оскорблять, там, дурак, урод и так далее, тоже нельзя. Это мелкое хулиганство. Просто кричать нельзя. Просто кричать нельзя, да, то есть, я не знаю, там, голым бегать по улицам нельзя, кого-то щипать за неприличные места нельзя. Так вот этот вот закон, то он, что, собственно, дублирует вот это все, то, что было, а то, что было, это отменят или что? То есть, непонятно, он или он что-то еще там добавляет, а там уже добавлять не было. Нет, он добавляет нечто, которое они не могут объяснить. Сие смертному знать не дано, что такое антиобщественное поведение. А тут должен быть перечень тогда, что это такое? Вот оно антиобщественное, это, может быть, курить? Нет, не курить, это правонарушение, да, пьянка, правонарушение, мат там и так далее, драка, мелкая хулиганство, все это правонарушение. Это не антиобщественно, это другое, а антиобщественно это нечто этакое. Какое, ребята, вы мне объясните, какое-то, да, я с вами или соглашусь, или я смогу вам как-то оппонировать, а здесь я даже оппонировать не могу, потому что ни одного примера они не приводят. В носу ковырять, наверное, вот я сейчас подумал, в носу ковырять и ничем не запрещено. Да, 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 кстати, вот да, интересно, интересная такая мысль у тебя возникла. Причем, в том числе, для профилактики будут привлекать добровольцев каких-то определенных, и полный бред вообще. Я думаю, эти добровольцы будут из семинарии, они-то точно знают об арабском. Это точно так же, как вот на дороге у них опасная езда, антиобщественное поведение, что никто не понимает, и опасная езда тоже совершенно непонятная вещь. Но, кстати, про опасную езду немножко не соглашусь в том плане, что там-то они, у них есть конкретный перечень, что есть опасная езда, там резкое торможение, резкий набор скорости, резкое изменение. Нет, я понимаю, что здесь очень много... Или резкое перестроение, там, и так далее. Че это, че это значит, ребят? По секундам надо посчитать. Нет, я согласен, что это все очень размыто, но это хоть какое-то определение, а тут нам даже такого не дают. Да, даже размыто. Но государство должно карать только за конкретное право нарушения, все остальное это лирика. Причем вот эти вот граждане полицейские и граждане добровольцы будут вносить людей в перечень определенный, которые, возможно, в будущем будут совершать это антиобщественное поведение. Причем речь идет о том, чтобы вносить в этот перечень даже людей, которые по каким-то им одним ведомым критериям могут совершить это антиобщественное поведение. Это такой бред вообще. Вот это вот банки зубами рвет, это антиобщественное поведение или нет? А вот спрашивают, а пердеть на улице? Это антиобщественное поведение, а? Ужас какой-то. Чесаться, вот пишут, в неприличных местах тоже нельзя на улице. Вот. Ну, это вот антитеррористический закон Яровой, продолжение. То есть, это вот маразм, который крепчает. Да, с 14 лет за терроризм, если не сообщил о преступлениях экстремистской направленности в тюрьму, да. Если не сообщил о насильственном захвате власти, то тебя должны оштрафовать либо исправ работы до года, либо тюрьма на год. Да, вот мы поэтому, чтобы нас не посадили, сообщают, что Путин насильственно захватил власть в России. Представляете, Путин насильственно захватил власть. Мы вам сообщаем. Там, эй, эй, тук-тук-тук, следственный комитет, мы вам сообщили. Слушайте и не говорите потом, что они слышали. А вот в ЮАР запретили ругать президента. Представляешь, причем запретили только телерадиоканалу, всем остальным можно. Здесь уже давным-давно запретили всем под страхом вообще, я не знаю там чего. Ну, тюрьмы точно. То есть, мы хуже, чем в ЮАР. Здесь хуже, чем в ЮАР. Представляешь, этот вот Путин хуже, чем Зума. Вот это ужас. Ужас. Госдума предложила карать за дискредитацию России или власти. Ну, что в голове у этих людей? Какой-то там СССР Михеев предложил карать за дискредитацию власти. Ну, понятно. Вот Михеева надо покарать, Путина надо покарать. Кто власть дискредитирует? Вот вы включите телевизор, вот показывайте ядроснюю вот эту. Это же смешно. Это дискредитация власти. Там вот этих уродов показывают, сумасшедших показывают. Каких-то показывают там путинских хлебососов. Ну, просто жесть какая-то. Вот это дискредитация власти. Кто может такую власть уважать? Мы даже ее не боимся. Вы понимаете, вот там говорят, ну ладно, мальцев там власти не боится. Да сейчас даже дети власти не боятся этой. Потому что даже те, кого уже по 10 раз осудили, ее не боятся. Ну, она не страшная. Ну, как можно бояться какого-нибудь железняка. Ну, смотришь, смотришь. Или Яровую с Мизулиной. Да ты же обхохочешься. Вот смотришь там бабъяги. И что, их бояться, что ли, надо? Ну, блин, ну не страшные они. И вот для тех, кто не знает, кто такой Михеев, в 99-м году вот этот Олег Михеев участвовал в выборах в Волгоградский горсовет, но выборы проиграл. В 2003-м году безуспешно пытался стать кандидатом в депутат Волгоградской областной думы. Тоже там все проиграл. В 2005-м году претендовал на мандат Государственной думы от Ростовской области. И там все проиграл. В 2007-м году на доседании президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия». Значит, там его приняли в партию, вопросов нет. Он попытался, значит, на выборах мэра в Волгограде поучаствовать. Там тоже все проиграл. И по спискам его, вот, наконец, внесли. Да, то есть, такой... Ну, конечно, такой замечательный мальчик. Причем последняя попытка как раз вот на выборах в мэры, он, наверное, понял, что, в общем-то, сам он как-то не тянет. Попытался подкупить избирателей. Это не я говорю, это Википедия пишет. Вот. И даже на этом его поймали. То есть, даже подкупить нормальный человек не смог. Да, он пишет. Они страшные. Я вру, они страшные, имеется в виду Миссулина. Суд не поспоришь, конечно. Да, вот. Вот пишет Михеева, это майонез, что ли? Если есть майонез такой марки. Я бы тоже про майонез подумал. Миссулина назвала криминализацию побоев, нанесенных родственникам, антисемейной. Жуть какой-то, а? Ужас. Ну, что у людей в голове, да? Побои. И понятно, что побои, как кажется, родственнику они, не родственникам нанесены. Но если это побои, дело частного обвинения, если там кто-то из родственников за то, что другой нанес побои, обращается, но это их личное дело, дело частного обвинения, да? А тут вот антисемейно вообще. То есть, если побил родственника, то даже и не может он обратиться, нифига, да? Нормально. Миссулину так считать. Вот вы мне объясните, почему все эти бабки сумасшедшие, они из яблока, а? Все они вышли, вот эта Яровая Миссулина, почему они все вышли из яблока? Вот когда там говорят, ядросы, там туда-сюда, но здесь тоже нужно дифференциацию проводить. Вот они из яблока, вот как бы вот это вот яблоко, вот это вот черевоточину из себя выстрелло туда. Ну, нате нам, вам лучшие кадры, вот эти вот, дресню вот эту. Ужас, конечно. Петр Порошенко предложил прописать в Конституции право крымских татар на автономию. Да, тут он спросил, мальчик, какое ваше любимое оружие? Ну, пистолет Макару, наверное, больше всего я люблю, очень, очень мне нравится. Да, ну, что вот можно сказать. Понятно, что у Порошенко сейчас другого выхода нет. То есть он должен как-то решить вопрос с тем, чтобы на свою сторону перетащить крымских татар. За душ крымских татар сейчас идет наибольшая война в Крыму, чтобы вы понимали. То есть Путин со своими пытается, но у него что-то слабое это получается. Порошенко со своими. У Порошенко получается лучше, поэтому вполне это закономерно. И мы об этом говорили, что когда тысяч год-два назад говорили о том, что закономерно совершенно. Ну, почему поздно, я не пойму, он внесет изменения или попытается внести изменения в Конституцию и предложить крымско-татарскому народу автономию. Ну, это логично, то есть это требовал момент, причем два года назад, сейчас это уже не так. Неактуально. Пишет Маузер. Да не, Маузер, смотря какой. Ну, Маузер. Причем Путин действует такими методами, что на самом деле играет на полюс Порошенко. С крымскими татарами, я имею в виду. Ну, по большей части, по крайней мере. Кличко не пустили в Верховную Раду на празднование Дня Конституции. Я вообще не понимаю, что это за новость. Я так понял, что сказали, что он там не прошел аккредитацию и так далее. Что это такое нужно, вот мы украинские СМИ не смотрели, потому что вполне допускаю, что здесь российские что-то там накрутили, напридумывали. Поэтому нужно больше информации, как Кличко пришел, его не пустили. Я хотел бы на непускальщика посмотреть, который Кличко не пустил. Да я тебя не пущу, дядя. Так он бам, и все. По сведениям американской прессы, дипломаты, американские имеется в виду, пожаловали своему начальству на то, что российские спецслужбы преследуют и оказывают давление на них и не только в Москве, но и в других столицах Европы. Да, и вот тут пишут, что в каких столицах Европы мебель переставляли. Ну, это чистый полтергейст. И насрали на ковер, представляешь. Ужас какой. Это, конечно, очень смешно. Это вся суть российских спецслужб, почему они могут сделать. Мне в свое время товарищ один рассказывал, он в оперативно-техническом отделе работал в КГБ, и какому-то военному атташе нужно было тряхануть в Мурманске. Мурманск, если не путают. И он уехал, французский что ли, военный атташе. И наружка сообщает, что уехал, все нормально. Ну, они приходят, достали свои отмычки, начинают открывать. И вдруг у замка ломается, ну, я не специалист по замкам, вот это вот фигурно, там же он из нескольких полосок. И пружинка у одной полоски ломается, падает и отмычку захватывает. А там как КГБшные отмычки сделаны, палочка такая, тащишь за заднюю часть, открывается ямочка такая. И вот эта вот бородка захватывается, а там коробочка, и на каждой бородке номерочек. И то есть, если ты палочку-то выкинешь, вытащишь, а бородка там останется. А на ней номерочек, сразу видно, что это КГБшная отмычка, то есть, никуда не денешься. Ну, специально это сделали. А там раз сообщают, что он развернулся, едет домой, назад. А здесь, представляешь, отмычка застряла. А, и он бежит вниз, открывает багажник, не закрывая, достает эту болгарку, прибегает, выпиливает половину двери, забирает. Они убегают, приходит такой, этот француз или кто, он охреневший такой, нет, нет куска двери, представляете. Ничего не украли. Ну, там, милицию, они говорят, ну, это хулиганы, это антиобщественное поведение, да. Вот такие дела. Поэтому, не, ну, бывает, ну, насчет ковра там, ну, странно. Я понимаю, там кто-то от наружки смело уходил, да, когда наружка тебя пасет, если ты ведешь себя, ну, по их мнению, неправильно. Ну, то есть, у тебя хорошая машина, ты все прекрасно понимаешь, делаешь вид, что ты их не увидел, потом, когда остается одна дорога, и ты понимаешь, что впереди нет никого, и особенно, если она идет вверх, и ты уматываешь на, на, на это самое, и прячешься где-нибудь, и все, и они тебя не могут найти. Знаете, особенно сейчас страшно, если это какой-то подвал, где есть датчик, прицепили, а он не улавливает, и телефон-то еще отключил. Все, тебя нет, когда Путин приезжал, ну, тут такой рок-н-ролл устроили, я помню, они очень негодовали. И, конечно, после этого они обычно колют колеса. Вот это классика, то есть, если такой случился, они, тогда, когда машину находят, они колеса колют, если уж сильно разгневаны, тогда все. Если так, предупреждение, тогда один-два, ну, нам не колют, потому что они, знаю, что за этим может последовать. Так что, не знаю я насчет спецслужб России, ну, или, может, кто-то нажрался там и нагадил на ковер из спецслужб. Это все спецслужбы России. Минобороны заявил, что эсминец США опасно сблизился с боевым кораблем ВМФ РФ. Я видел это видео, там вот этот Ярослав Мудрый, с него снимают, едет и идет параллельным курсом эсминец США, там, говорят, до него было 60 метров, но мы специально габариты посмотрели, эсминец 153 метра. То есть, если его развернуть на 90 градусов, то еще останется место, то есть, расстояние более кабельтовое. То есть, около 200 метров расстояние между ними идут параллельным курсом. Причем, я понимаю так, что по морским правилам не допускается маневрирование, опасно. Что есть маневрирование? Следование своим курсом, это не есть маневрирование. Ну, то есть, если он идет, что значит маневрирование? Ну, это перекладываться там в лево руля, в право руля. Что мы видели вот на этом видео? Ярослав Мудрый перекладывал налево, да, шел, там явно было, что он поворачивал влево. То есть, эсминец США следовал своим курсам. Я не видел, что было до этого. Я вполне допускаю, что там приплыл этот эсминец, как-то вел себя там неправильно. Ну, вот то, что показано. Антиобщественное. Антиобщественное. То, что мы видели на видео, но не говорит о том, что он как-то себя неправильно вел. Но, наоборот, он газанул, как там видно, что когда это начал перекладываться и уходить влево, а эсминец США прибавил газу, да, полный ход дал и ушел. Ну, в общем-то, я, как честно говоря, не понял, там, кто прав, кто виноват. И самое главное, что я не видел, что там какая-то опасность была для кораблей. Но если только они не были готовы друг в другу стрелять, там, я смотрел, американская команда, все сидели, смотрели, там, стояли, вернее, в рубке смотрели, очень интересный им был. Путин и Эрдоган могут провести телефонный разговор на этой неделе. Да, ой, ну, вокруг вот этого письма... Прямо Санта-Барбара у них такая, могут поговорить. Тут вот этот Илдерым, который стал премьер-министром недавно, он вначале сказал, что компенсирует потери ТРТ телеканала. Он сказал, что если прекратить бессмысленную войну между Турцией и Россией надо, и фактически начался процесс нормализации отношений, и сказал, что если надо, то мы там компенсируем какие-то убытки России, да, и в Госдепе сказали, что почему-то там тоже стали вопросы задавать, а знаете вы про письмо? Я говорю, да ничего мы не знаем, откуда мы что знаем. Ну, понятно, что все письма должны быть официальными. Если кто-то малявы какие-то там или на почту, на электронную что-то сбрасывает, то комментировать это не может никакой Госдеп, да, то есть он может комментировать какие-то официальные документы или факты, которые общеизвестны. Этот факт не общеизвестен, они и сказали, ну, там, из Кремля сказали, что получили письмо, и чё. Вот, и тут вот сегодня сообщение пришло, что Турция передумала выплачивать компенсацию РФ за сбитый Су-24. Такое решение не было в Турции, принято. Что значит передумали? Они что, прислали смету, что ли, то они там про просьбу, пришлите смету, там, за сбитый Су-24, мы вам тут все выплатим и так далее. Это официальная нота какая-то. Ну, нет, конечно. Поэтому все это как-то странно. Причем несколько журналистов перевели это письмо, которое в России не было опубликовано. В Турции было, и на турецком языке, то есть на языке оригинала. И я так понимаю, что несколько журналистов, в том числе и крымско-татарский журналист, который там проживает, в Турции заявляют, что там, в общем, не совсем это извинение. Что это, ну, скорее, такой вежливый. Ну, извини, там, вежливый. То есть он не видит за собой вины, скажем так, но при этом понимает, что Путин должен обижаться на него. Вот такая у них там... Ну да, как в еврейском анекдоте. Помнишь, когда один человек назвал Рабиновича сукой, да, помнишь? И он говорит, суд присудил ему извиниться. Вот, Рабинович, вы не суком? Ну, извините. Вот так и здесь, наверное. Да, ну и вот там вчера все СМИ, правительственные написали, что в письме всё-таки есть слово «извините». И вот многие предположили, что там была фраза, что «извините, но вы гондоны». Вот, то есть, и в российские СМИ, ну, извините-то написано. Шутка звучала так, «извините, но вы пидор». Ну, имеется в виду про вчерашнее, то, что Эрдоган извинился после выступления. Ну, по-римскому. На самом деле, мы говорим, что так и будет, что будут какие-то частные письма, совершенно разные толкования всего. Для этого и придумало международное сообщество дипломатическую переписку, чтобы никаких толкований не было левых, да. Ну, в рамках дипломатической переписки ничего нет, значит, это всё мышиная возня. И с той, и с другой стороны. Надо понимать, что там такие же, такие же Путины, Медведевы, Песковы, Лавровы, да. Вот самый-самый главный, конечно, боевой клоун Мидовский. В чате пишут, что теперь Эрдоган должен отправить официальную смету с ценой за ракету, которую выпустили по этому Мигу и запросить компенсацию. СУ, СУ, да, да, СУ, конечно. И запросить компенсацию стоимости этой ракеты. Да, ну, на самом деле, мы видим, что Путин, которого рисуют здесь определённые ватники, как аса внешней политики, ну, вообще, настолько не тянет человек, ну, даже вообще, когда особенно они очень любят его с Гитлером связывать во внешней политике, но это обхохочется, да, ну, да, если... Я не знаю, с кем, с кем его можно во внешней политике, с полпотом можно сравнивать, сравнивать, уж точно не с Гитлером. Ну, и чтобы сравнивать с Гитлером, посмотрите, какое количество стран выступало в поддержку Третьего Рейха во время войны, и какие это было для страны, и какое количество стран сейчас выступает в поддержку Путина, и какие это страны, то есть всякие Таджикистаны и прочие страны, которые, ну, давайте говорить честно, всё-таки не самые серьёзные политические игроки, в то время как вся Европа, ну, строго говоря, весь мир, в общем-то, выступает против Путина. Да, ну, попытка расколоть мир на две части, которые, так сказать, против Путина, и с Путиным не увенчалась успехом. То есть есть те, кто жёстко против Путина, а есть те, которые не жёстко против Путина, и всё, а других-то нет. Ну, там, Китай нельзя же назвать союзником Путина, да, или тот же Иран, вот это союзник Иран. Ну, самый близкий ему по духу лидер, из всех, наверное, это Роберт Мугаби из Зимбабве. Да, даже не Ким Чен Ын. Вот нам пишут, не, Ким Чен Ын, это своё, это... А вот Мугаби, да, это такой же вот, такой же, выживший из ума крендель. Не зря же они так хорошо дружат. Да, да. Тем временем, у нас сегодня такой позитивный эфир на веселе, и наш позитивный эфир продолжается, а тем временем за час эфира уже 5000, даже больше 5000 лайков, в принципе, по-моему, это рекорд. За час мы такую сумму ещё... Не, набирали за час ровно. Набирали, да? Ну, значит, повторили как минимум рекорд. Идём в правильном направлении, товарищи, поэтому, в общем-то, призываем вновь прибывших, кто вначале нас не смотрел, поставить лайк, или тех, кто ещё там по каким-то причинам ещё не поставил лайк, поставить его, возьмём отметку в 6000 в очередной раз, попадём в топ, и тем временем, тем самым привлечём большее количество наших сторонников. Топилин рассказал об индексации пенсии с 1 февраля. Да, видишь, он сказал, что вообще по полной, по полной проиндексируем с 1 февраля 17-го. Нам с 17-го года что-нибудь там Единая Россия обещала. Рай на земле. Лидерство в мировой экономике и политике. И политике. Лидерство обещали, да? Отопили нам пенсии. Вот в 16-м не обещаю, а в 17-м по полной проиндексируем. Это лидерство называют. Охереть, ребят, ну вот не стыдно. И вот вся вот эта вот фигня тут у рычагов властных стоит и там делает вид, что куда-то они там рулят, что-то они там вытворяют. Путин, как он управляет Россией? Он управляет вот так же, как он самолетом управлял. Помнишь, там фотографии знаменитые, когда он сидит на штурвале, держит руки, а ноги у него стоят под креслом. Он под кресло туда засунул, но маленький такой скукожился. То есть, ни на педалях, ни на чем. Вот так же он Россией управляет. Там Славины, наверное, ноги на педалях стоят, или я не знаю, чьи, и так далее. И все рычаги управления в руках фиг знать кого. Причем, один в одну сторону, жмёт другой в другую. А этот делает вид, может, он у него и шторвал-то уж давно отключили. Он делает вид, что он там что-то крутит баранку. Причем, кажется, в 16-й включительно заморозили эти пенсии. А в 17-м индексирует. Да, ну, бабушка что просила от Медведев? Она же просила, чтобы ей дали денежку, которые с 1-го апреля они увеличили на сколько? На 4-е процента. Да, от 8-ми тысяч это значит сколько у неё? 320. 320 рублей бабушка хотела получить. Она сказала, денег нет, держись, бабулька. Держитесь, денег нет, 320 рублей, бабулька. Ты чё? У меня тут вот айфон один стоит, наверное, как? там сколько? 50 твоих пенсий, там или сколько? Ну, всего 10. 10? Ерунда, всего за год. Ну, ладно. Если только у неё такой обычный айфон. А, ну, да. У неё же там какой-то, который, ладно, фиксен. с кристаллами там. Я думаю, я думаю, что вот, честно говоря, если бы вся вот эта вот братья, только там какие-то айфоны брали, мы бы не обеднели. Страшно случается, когда они виланчели начинают брать. Когда айфон, это ладно. Когда вот труба огромная, такая, что там на машине внутри этой трубы можно проехать, вся эта труба работает на на их желудок. Причём труба из денег. Да. Ну, фактически, да. То есть, это же ужасно. Роспотребнадзор сказал, что россияне стали чаще есть собак. Да. Ну, же тут можно сказать. Чё? Вот. То есть, Путин делает из нас Северную Корею. Да. Вот, говоря, если сейчас кто-то докопает, скажет, не делает он из нас. Как не делает? Тут Роспотребнадзор сказал, мне, что собак больше съели. Был 30 случаев, стал 200 случаев заболевания трихонеллезом. Не съеденных собак. Вы же понимаете, что нужно там несколько тысяч собак съесть, чтобы заболеть трихонеллезом. У собак крайне редко трихонеллез. У собаки так устроено, что там, я не знаю, у кабанов чаще, вот, те кабаны, которые живут на воле, у них трихонеллез в 10 раз чаще, чем у бродячих собак. Ну, собак так устроено, что она фиг чем заболеет, да? И если, представляешь, 200 случаев заболевания трихонеллезом, подхваченным от собак, то, ну, это уже, что, вся Россия питается, похожа с собаками-то. тогда Вову съедим, пишет. Ну, это вот сегодня про Бокас писали, это вот к Бокасу вопрос насчет съедения Вовы, там, идиамина можно еще вспомнить, да, кто еще там жрал людей в Африке, в Африке, да, Бокас идиамин нам, молодцы такие были, этот, к ним надо отправлять его туда. Банк России открыл специальный сайт для голосования за дизайн новых банкнот 200 и 2000 рублей, номиналом новые банкноты выйдут в обращение в 2017 году. Да, ну, какие там эти фотки? Москва, Ярославль, Архангельск, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Красноярский, Владивосток. А свой вариант нельзя так? Можно. Свой вариант. Нам придумать свой вариант 5-11-17 и всем проголосовать за это. Революция 5-го 11-го 17-го представлен. Это уже исключенные города, а вообще там очень много городов добавили, лидирует сейчас Волгоград с родиной-мать. на купюре. Пишет, Мугаби ест, но я не знаю, я Мугаби за желудок не держал, но вполне возможно Вову к Мугаби отправлять, пусть он его съест. Подружки. Подружки. Никита Белых рассказал о своей жизни в СИЗО. Ну, вообще. И представляешь, вот что человек в голове, он говорит, я в порядке. Вообще, я как губернатор за 7,5 лет посетил много лагерей у себя в регионе. И я вам так скажу, ни в какое сравнение с Лефортово они не идут. То есть, те лагеря, которые в регионе, где был губернатором Никита Белых, хуже тюрьмы. Можете представить, что человек болтает? Это же безумие какое-то. Ужас, вообще страшно просто. такие вещи читать. Он говорит, будут сидеть, говорит, Бродского читать. Вот. Пусть читает. Экс-военного из Чили признали виновным в убийстве Виктора Харры. Да, это очень, кстати, хорошая новость. А знаете, почему? Потому что человек убил Виктора Харру на стадионе там в Чили. свалил потом в США, стал гражданином США. Прошло с 73-го до 73-го года куча времени. Пописаешь, 43 года прошло. И думает, все нормально, и вдруг раз опаньки, и присяжные говорят, виновен. Но приговор пока не вынесли, интересно, какой он будет. Но сам факт, что вся вот эта мразота, они знали, что никуда не убежишь. Что вот эти вот, которые сейчас думают, там, что можно там в народец пострелять, что-то почудить, и ничего за это не будет. Ребята, будет. И через 43 года будет. И фиг вы где спрячетесь. Так что, это хорошее новость, чтобы все знали. Мир открытый сейчас. Сейчас нигде не спрячешься. Не, ну, можно, конечно, где-то пойти, утопиться в колодце, и не найдут никогда. Скажут, кто как здорово спрятался. В Индии арестовали студентку за то, что она списывала на экзамене. Ужас какой-то. Представляешь, то есть, чувих списал там все, а потом Рубера ее зовут, хороший такой. Получила высший бал, а потом что-то усомнились, переэкзаменовку ей устроили, и выяснилось, что она думает, что политология изучает кулинарию. Я что могу сказать, сейчас современный мир, ну, понятно, что она это все списала, но как она шедеврально это сделала, ты представляешь, если она там смогла списать на высший бал. Вот я всегда завидовал таким людям, по-хорошему, у меня чувства зависти нет, я никогда ничего нигде списать не мог. Однажды, я помню, в институте один товарищ мой зачем-то мне сунул по уголовному праву, я прекрасно знал, значит, и он мне сунул шпаргалку, и я потерял все время на то, чтобы спрятаться шпаргалку, я ее не смог открыть, я ее прятал, никак не мог ее спрятаться, было жутко, и поэтому я вышел, а сейчас чистым листком, у меня ничего не было, я ответил с листа, ну, на четверку ответил, то есть, если я подготовился, я, конечно, на пятерку ответил, вот тут такую медвежью услугу мне совершил, но я всегда и рядом со мной сидели люди, которые совершенно спокойно все списывали, и как-то у них так ловко это происходило, поэтому, и сейчас они, кстати, прекрасно работают, в общем, все у них хорошо, и я не думаю, что российская юриспруденция что-то потеряла или приобрела, вот, поэтому, ну, не думаю, что такое страшное преступление, за которое надо сажать, но в Индии, видишь, они теперь ввели административный арест, и сажают всех, кто уличен, списываний, списал все в тюрьму, ну, может, и правильно, у них там народ полно. Да, ну, и у нас, наши тоже не отстают, в Петербурге сегодня задержали, значит, школьника, который пришел, не сегодня, вернее, сегодня новость появилась, когда он там сдавал этот ЕГЭ, задержали школьника, который пришел на ЕГЭ с кальяном, то есть, он решил такой полный выстроить дестрой, дестрой, да, 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 хорошо, а что, младен? Я предполагаю, что он вообще ничего не выучил, решил принести кальяну, закинуть ноги на стол избирательной комиссии, и закурить перед отъездом в армию. Вот меня спрашивает Валерий Рашкин, соратник, Валера представляет коммунистическую партию Российской Федерации, у коммунистической партии есть официальное отношение к Вове Путина, да, соответственно, конечно, можно спросить частное мнение Валерия Федоровича, как он относится к Путину, но вы же понимаете, что сейчас мы уже говорили, что нет никаких, ни коммунистов, ни анонистов, ни пидорастов, никого нет, есть только те, кто, так скажем, за Путина и за развал России, за продолжение уничтожения русского народа, и те, кто против Путина, против развала России, против уничтожения русского народа, и пытается, ну, так сказать, совершенно беспрецедентными мерами, совершенно беспрецедентными спасти Россию, то есть, это вот уровень, наверное, барона Мюнхгаузена, который берет себя за волосы и вытаскивает из болота вместе с лошадью, вот если вы хотите понять, вот что чувствую я, там, и что чувствуют мои соратники, вот представьте себе, барона Мюнхгаузена, который взял себя за волосы и тащит и вынимает из болота вместе с лошадью, вот приблизительно такое ощущение, но самое интересное, что мы уверены, что нам это удастся сделать, мы уверены, вот, поэтому друг или враг, это мы понимаем сейчас только по одному, по отношению к Вове Путина, все, другого нет, если нормально относится, все, враг это наш злой, если плохо к Вове относится, значит, это друг наш, и соратник, и сподвижник. по поводу экзаменов, странно как-то в этом, к этому моменту начинают относиться, в Ираке вообще весь интернет закрывают на несколько часов во время экзамена, ну, общего имеется в виду, тут сажают, очень странно. Ну, тут, видишь, у них очень такая, как бы, такое серьезное отношение к учебе, к знаниям, все-таки Советский Союз и последующий, вот, Ельцинский период, они здесь снизили ценность образования в России, там, в Индии, в Ираке, что же, все получают образование, посмотри, сколько людей там, вообще не получают никакого, поэтому, получение образования, это определенный статус, это определенные возможности в жизни, здесь такого нет, здесь может получить любое образование, 10 вузов кончить, там, и если у тебя Вова Путин не друг, то ты будешь там сидеть в жопе, а если друг, то ты будешь справедливой России командовать, да, как, причем, если дурак, будешь справедливой России командовать, если Вова Путин у тебя друг, а если умный, ну, будешь в жопе сидеть, вот такой парадокс жителей пекина ждет страшная катастрофа по мнению ученых ученых но тут если бы не было вот такой проблемы и обнат был придумать то что сейчас сделать китайцев в пекине да ну все построено а тут мужики какие-то выходят знаете а мы опускаемся на 11 сантиметров в год это потому что там все размыто водой и надо сейчас что-то придумывать представь сколько народу сейчас будет придумывать как этот пекин удержать потом то есть сам проект а потом будут они воплощать его в жизнь какие-то надо прорыть норы там армированным бетоном до сделать сетку под всем пекином ну и так далее то есть ну нормально а что там сейчас это то такие такие нужно затратить усилия которые беспрецедентно даже для китая который в год тратит столько бетона сколько соединенные штаты за время своего существования вообще каждый год китай тратит больше бетон чем соединенные штаты за все время существовать там за 200 лет поэтому конечно интересно в сша сколько лет на бетон то испорт ну небоскреб который в 19 веке строили уже из бетона были за армированного из не армированный бетон это римляне да это колизей это пантеон который из не армированного бетона кстати интересно надо обязательно погуглить посмотреть а после римлян кто-нибудь из не армированного бетона строил или как или сразу потом из армированного стали всем временем у нас 22 15 по московскому времени и 6 тысяч человек у нас делать хорошо то есть вот теперь уже точно можно сказать что это рекорд потому что до этого мы прямо тютелька в тютельку концу эфира 6000 собирали так у нас до конца прошлый эфир был 646 400 я думаю что в общем то опять верной дорогой идем товарищей может быть сегодня и 6 500 возьмем поэтому призываем всех кто еще не лайкнул сделать это прямо сейчас порядка полчаса у нас еще до окончания эфира и давайте новые высоты брать частая причина дтп в америке пожилые водители наркоманы да интересно тема представьте я так понимаю что это хиппи 60-х сейчас стали сам совсем старенькими и так мы помним что в америке проблема старых водителей очень серьезно еще в южном парке целый мультик посвящен старикам за рулем помнишь а тут вот они еще из шестидесятых наркоманы таки курнул и поехал ну да это 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 стать серьезная проблема нам бы такие серьезные у нас свои проблемы у них свои каждому свое чуть не имеют по степени серьезности рубашка со следами крови джона леннона выставлен на торги ведь причем не рубашка джона леннона вот что самое интересное сейчас какой-то мужик к тому который там работал халдеем каким-то он увидел как джона леннона стрельнули подбежал и там что-то пиджаком своим накрывал и испачкал с кровью рубашку за 7000 долларов выставили а еще выставили а нет кстати не долларов фунты фунты за 7000 фунтов и они и еще там и как какие-то еще вещи значит тоже за какие-то деньги ну прикольно так мальчик нас что-то убежал куда-то что делать женой брат который несет раскол в семью но это надо с братом разговаривать чудил женой брат я не знаю брат должен сам решить что с своей женой делать безусловно время у нас к вопросам тогда давай к вопрос конечно просят передать привет аркадию из тулы привет а ради привет привет тула вячеслав интересен такой вопрос что будет с хождением иностранные валюты по территории российской федерации после пятого одиннадцатого хождение иностранной валюты ничего не будет вообще будет ходить иностранные валюты банки будут ее принимать я не думаю может быть временно изначально только вот мы просили там определенный срок на закрытие границы и возможно какой-то нужен будет срок тоже для валюты хотя скорее всего и нет ну есть границ закрыл там хотя бы на месяц грубо говоря 40 дней просили за это время я думаю разберемся и смысл на валюту запрещать ну куда они куда чё они здесь и сделают куда нее дерут поэтому я не думаю что будут какие-то проблемы ну и это же это же так сказать не истина в последней инстанции туда ближе конечно будем будем смотреть что-то может что-то может быть мы не видим но я не не вижу никаких препятствий для иностранной валюты в россии что она усилит инфляцию да навряд ли да и да и пусть просит вас рассказать про норд-ост что думаете по этому поводу и как сами встречали от новость застав естественно то время да ну как ужасно встречал относь вообще не понимал что происходит почему никто не принимает нормальных решений человеческих и был уверен в то время что они выберут именно такой способ то есть запустят газ и начудят так оно и вышло собственно то есть в результате погибло более ста человек сейчас точно даже цифра неизвестно да ну там под 200 человек погибло поэтому вопрос такой если бы террористы привели свое оружие в действие столько бы людей погибло навряд ли то есть и их деятельность настолько непрофессиональный вот почему вова не любит вспоминать бесла норд-ост и так далее потому что вся крутым кгбш никому не таким летом специалистам в области всяких специальных операций любая специальная операция просер смотри даже литвиненко нормально отравить не мог почему они использовали такой газ который я узнаю к ним надо вопрос такой просто изиатизм не если вы используете даже предположим вы решили использовать такой газ но вы значит должны прочитать последствия и соответственно приготовить реанимационные машины реаниматологов так далее ну то есть все то что необходимо для того чтобы оказать помощь сразу же немедленно если бы она была немедленно оказана таких потерь не было там даже вынести не могли людей оттуда там никаких карет скорой помощи не было никого там не было представить что спецназ этот действовал сам по себе все остальные действовали сами по себе то есть единого центра такое ощущение что не было если он был то где-то в голове у вова путина а у такой загадочный там сидел этим и опасно вот такой дурацкое руководство когда сидит дядинка который раздувает щеки показывает всем что он рулит и вот его фотографии на штурвале до руки а ноги то у тебя где дядя они у тебя под креслом спрятан ты до педалей даже не достает ну так может тогда ты уступишь мест тому кто может этим управлять всем или тогда разделишь грубо говоря свою ответственность теми кто непосредственно должен этим заниматься то есть есть какой-то специалист надо надо ему довериться этому специалисту а проблема путина в чем том что он сам ничего не умеет и поэтому никому не доверяет он думает что все такие же но это особенность такая у человека то есть это идиотизм причем полнейший на каждом этапе вот от начала до конца да но в степень возведен этот идиотизм не просто вот на каждом этапе это степень 2 в два раза усиливается и вот без лани мы видели как это увеличилось в два раза сразу относительно норбеста ты похоже как-то спрашивал насчет того откуда поклонская нам прислали что она из луганской области сего михайловка училась школе до третьего класса потом переехала в крым и просит придать привет украинскому луганску привет луганск луганск нам дорог тем что скрывал некоторое время кармишина когда он отсюда отсюда стартанул его тут ловили всякие гэбэшники он скрывался в луганске луганск уже не тот ну наша задача делать так чтобы тот звук и видео не совпадает но это особенность youtube почему мы к сожалению делаем все что можем что делать в момент 5 11 другим регионом все регионы должны понимать что 5 11 17 года это общий день не для саратова там не для москвы не для питера мы определимся потом а сам договоримся о совместных действиях но делаем мы все абсолютно одно и то же 5 11 17 мы все делаем одно и то же об этом договоримся как делать во сколько и так далее все будут абсолютно открыто то есть наша революция абсолютно открытая то есть мы они заявили и четко никто не под ковром ничего не делает другое дело что масса групп которых гбухает не знает почему потому что мы просим себя может быть и не нужно проявлять но есть только какие надписи там делаться и так далее то есть объединяйтесь пусть вас будет по 5 10 человек больше не надо лучше от пусть будут другие группы никак не связаны и все опять в 11 мы решим что нам все вместе делал таких групп я знаю что стране очень много их должно быть еще больше спрашивают а перспективах юриспруденции перспективах юриспруденции а так понимаю как науки ну как любая как любая гуманитарная наука она необходимо для социума для развития человечества будет конечно если мы несем новую идеологию на ближайшие 300 лет то и юридическая наука будет меняться юридическая практика естественно будет меняться но и правоприменительная практика будет совсем другой потому что у нас даже правоприменители будут другие да мы можем освободиться от некоторых элементов государства но мы не можем освободиться от всех поэтому мы будем их трансформировать они у нас будут выборные они будут приближены к населению то есть муниципальная часть правоохранителей будет чисто местная то есть местная милиция и так далее поэтому посмотрим сейчас многие вещи абсолютно новые другие вещи какие-то заимствованные они уже есть где-то там я не знаю в штатах в швейцарии в исландии в израиле и так далее я думаю что у нас все получится потому что информационный мир подталкивает всех но у них инерция а мы имеем абсолютное преимущество то есть мы переустраиваем свое общество сейчас они там пока решат переустроить когда они соберутся когда там проголосуют и так далее а мы все вы уже решили вот мы его сейчас переустраиваю и сразу спрашивают будет ли статья за контрреволюцию зачем отдельные статьи конкретные действия будут наказуем какая статья контрреволюции это такой вот военным коммунизмом попахивает но нет конечно военный коммунизм устраивать мы не будем это глупость абсолютно на нынешнем этапе на я не хочу сказать что это глупость тогда в семнадцатом году потому что это принесло свои плоды а то что приносит свои плоды это уже точно не глупость а сейчас информационный мир сейчас нам не нужен никакой военный коммунизм у нас как бы несколько другой подход более открытый более демократичный такие непростые вопросы как будет с налогами у моряков работающих под иностранным флагом мы ведь не платим налог так как более полугода в году находимся за границей ну и правильно делаете и не платите какие вопросы вообще я говорю мы стоим за то чтобы налогов никаких не было вообще на население чтобы народ а зачем народ должен платить какие-то налоги во-первых это копейки это мизер вообще просто во вторых это ничем не оправданно инфляционный налог может покрыть сторицей все это и люди которые не платят налогов и не обязаны их платить они ни в коем случае не могут стать экономическими преступниками как они ими станут если мы с них ничего не просим сейчас пол страны у них даже 90 процент страны это экономические преступники которые не платят налоги или там укрывают какую-то копеечку за ним бегают целый там я не знаю и налоговые там и полиции и судебные исполнители хрен знает зачем столько народу вот вы сократите на это количество и не нужны тогда налоги то есть берутся налоги для того чтобы содержался вот это братья а все остальное расхищать там сидят вовин и друзья которые все из трубы расхищают и это сюда не идет в общий котел а в этот общий котел бросаются вот эти налоги да и и которые в большей части идут для того чтобы люди проплатят пенсионный фонд чтобы содержать аппарат пенсионного фонда люди плач налоги чтобы содержать сжать аппарат налоговый. Да нахрен они все нужны? Зачем? Пусть займутся реальным материальным производством или каким-то полезным, более полезным делом. Мы уж найдем откуда денег взять. И в любом случае выпадающие доходы будут мизерные. Мы найдем, как если при условии из трубы не будут красть, как это заполнить. Несколько секунд назад у нас было 6666 лайков. Ужас. А сейчас уже 6700. Да, то есть уберете НДС. НДС от грабеж. Это безусловный грабеж. Есть определенное общество, где НДС нужен. Нам зачем? Просят рассказать об окончательном принятии закона Мизулиной о так называемом запрете хентая. При том, что давно подписана петиция с более 100 тысяч подписей проверить ее психику. Ну да, вот желательно. Я даже не знаю, как комментировать законы Мизулиной. У меня отрапь иногда берет. Понимаете, я говорю, особенно вот Яровая Мизулина, вот такие две сестры такие интересные, да. И обе из яблока вышли. Пугают они. Действительно, там что-то... Я понимаю, что все хотят очень выслужиться перед Путиным, поцеловать Вову в попу, чтобы там так вот прям в засос искать. Я больше всех ку, господина ПЖ. Ну что, может, что-то перепадет за это. Но все-таки эти действуют как-то особенно, да. Как помнишь в Убить Дракона сын Бургомистра говорит рыцарь Ланселота нас так учили. Он говорит, всех учили, но ты был самый лучший ученик. Ну ты, подонок, был самый лучший ученик. Да, все, а там одинаковые, но есть определенные категории, которые лучшие такие ученики. Так. спрашивают про реформы в образовании. Ну, образования сейчас нет вообще никакого. Как по сути система образования уничтожена, новая не создана. То, что они называют реформой системы образования, которую они провели, это бред какой-то вообще. То есть достаточно взять учебники и почитать и страшно становится, да. Есть какие-то все-таки нормы. И к нормам относится то, что взрослый человек, имеющий академическое образование, должен решить и иметь при нормальном интеллекте, ну да, потому что я допускаю, что может там кто-то у них закончил вуз, я не знаю как, но при нормальном интеллекте, нормальный вуз, так далее, и вот он должен решить задачу для первого класса. Вот они сделали такие задачники в первом классе, что взрослый человек с академическим образованием не может это решить, потому что он не знает. и самое главное, что у этой задачи нет решений, то есть они пытаются умничать, пытаются растить каких-то, как они говорят там, каких-то необычных детей, да вы дайте основы образования, потом растите кого хотите, они не могут дать реальных основ образования, вот что страшно, это не должно быть. Спрашивают, как будем решать кадровый вопрос, где брать много честных и квалифицированных людей на посты? Много честных и квалифицированных да, а насчет честности, вы же понимаете, когда общество открыто, когда существует закон о правде, когда существует информированность, когда чиновники вынуждены работать в условиях тотальной информации, то есть здесь видеокамера, тут микрофон, вот как я сейчас работаю, я могу вас обмануть? Нет, конечно, все, что я скажу, будет известно, да, вот здесь, так и здесь, представьте, будут целые группы людей, общество, которые будут отслеживать, что происходит, поэтому, ну, мы не найдем столько людей кристально честных, их там с Марса мы не привезем, там с Луны не привезем, но мы можем создать систему, при которой человек нечестный просто вылетать будет через пять минут и все, она сама очень быстро отсеет всех, поэтому я думаю, что такая система будет создана, да, вначале это будет очень болезненно, я уверен, что будет болезненно, и будут какие-то перегибы, и какие-то несчастные люди будут, и так далее, но как-нибудь мы это переживем, потому что общество, общество не может больше жить в такой ситуации, не может, когда непонятно, там, не самый лучший и не самый худший пример это Тастахов, да, но когда, чем человек занимается, фиг ее знает, да, вот то, что он показал тебе по телевизору, мы видели, все, что он там в других местах делает, что он у себя на работе делает, что вообще такое его работа, мы не знаем, я уж не говорю про Путина, я не говорю про депутатов, которые не ходят никогда на работу, да они и не нужны, нифига там, эти депутаты, зачем они нужны, сейчас при нынешней системе необходим только некий оператор, не нужно выбирать депутата, депутат всегда проголосует за то решение, которое противно народу, он никогда за решение, которое поддержит большинство, не проголосует, поэтому способ прямой демократии это самый лучший, метод прямой демократии это самый лучший, есть какой-то оператор, до которого мы избрали, там, денежки какие-то ему платим и так далее, и он организует, так скажем, голосование по любому вопросу, по любому, то есть, может собрать информацию со всех, с региона, с 10 регионов, за сколько он отвечает, как вы думаете, на эту тему, что вы считаете, да-да, там, нет-да, так далее, и все, и он не голосует, голосует народ, я думаю, что нет никаких проблем, и что современное развитие информационной техники и развитие информационной науки, для того, чтобы можно было создать такие программы, оно нам дает такие возможности, и они безграничны, другое дело, что этим никто не занимается, нас спрашивают, о чем, вы почему хотите быть первым, мы вынуждены быть первым, мы бы хорошо пошли за кем-то, мы вынуждены быть первыми, потому что так у России устроено, то есть, когда, у всех сейчас инерция, они живут еще там в 19 веке, на самом деле, вот по этим вещам, да, то есть, по демократическим я имею ввиду, а мы, если с точки зрения демократии, живем в каком, даже не в 19 веке, я не знаю, до еще образования североамериканских штатов, где-то мы находимся, во времена Ивана Грозного, Юрия, Юрия в день нам сейчас тут дадут. Ну, судя по вчерашней фотографии, мы живем в 19 веке не только там по принципам демократии и так далее, там, ну, помнишь, где ремонтируют при помощи лошадей дороги? Че-че? Где ремонтируют, вчера была фотография, где ремонтируют в Самаре, по-моему, дороги при помощи лошадей, поэтому мы не только с духовной точки зрения, политической, находимся в 19 веке, но и с практической, а тем временем, 7 тысяч лайков мы взяли, друзья, товарищи, это смешно, пока об этом сами провайдеры не стали говорить, они специалисты, да, вот Мальцев говорил об этом все время и все ржали, ха-ха, там, этого не будет никогда, ну, как-то не будет никогда, если нормальная будет система власти, то все эти провайдеры мгновенно будут давать нам бесплатную связь, бесплатный интернет и найдут они способ, как зарабатывать деньги, на каких-то дополнительных услугах, но это их право, пусть ради бога зарабатывают на дополнительных услуг, сколько хотят, а интернет и связь должны быть бесплатными, ибо в этом как раз развитие. Ну что, все тогда? Да, подходит наш эфир сегодняшний к концу, мы напоминаем, что с завтрашнего дня мы начинаем предвыборную работу по городу Саратову, в начале эфира мы уже приглашали наших сторонников людей, которые готовы нам помогать на выборах находящихся в Саратове, пока мы обращаемся к вам, в дальнейшем мы будем обращаться в том числе к нашим сторонникам, которые находятся в других городах России, поскольку будут выборы в Государственную Думу, столетикам нужно будет мобилизировать наши резервы, скажем так, по всей стране, завтра мы проводим, в общем-то, начинаем проводить предвыборную кампанию, более подробно мы говорили в начале эфира можете посмотреть поскольку у нас все-таки новостная передача, то, наверное, надо... Те адрес, скажи тогда, Чернышевского 120А, да? Да. Нужно будет, там на двери будет тогда эта... Табличка. Объявление, да, они предлагают тут несколько дверей, поэтому на других дверях будет написано, что волонтеры налево, а сотрудники ФСБ... хорошо. Поскольку у нас все-таки новостная передача, наверное, стоит сказать, что вот прям только что в стамбульском аэропорту Ататюрка имени Ататюрка произошло два взрыва в терминале прилета крупнейшей воздушной гавани Турции. Стамбул, что? Стамбуль все время что-то взрывают. Кто на кого ставит? Кто на курдов, кто на ИГИЛ, да? Или эти раз-два взрывы, значит, они могут... Так совпало. Одни курд взорвали, другие ИГИЛ. Я думаю, курды. Ладно. До свидания. Спасибо. До свидания. До новой исторической эпохи осталось 493 дня и час.